Во время ремонтных работ в соборе Кылтовского монастыря волонтеры молодежного лагеря «Добрые побуждения» нашли под полом записку с именами и датами рождения трех девочек. Полуистлевший обрывок советской газеты, на котором было оставлено послание, пролежал между старыми кирпичами четверть века. Нина Чешкова выяснила, кто и зачем оставил это послание. Старый кирпич проверен на прочность временем. Именно здесь волонтеры обнаружили записку из прошлого. В ней имена трех советских девочек, которые клянутся друг к другу вечной дружбе. Валя Крачунелл, Марина Анохиной и Люда Кругловой. Эта история началась в далекие 80-е, когда три подружки спрятали записку в кирпичной кладке. В то время под сводами храма размещался дом культуры. До этого, рассказывает настоятельница монастыря, колония для малолетних, женская и мужская тюрьма, хранилище для цемента и даже овощной склад. Мы заходили через окно. В окне была дверь. И здесь на алтаре висел экран и стояли ряды этих стульев, ну, знаете, которые в кинотеатре. И трех ножки на ножках стоял стол, бильярдный, гулялись бутылки, склянки. Надписи на стенах ведут свое молчаливое повествование. А вот пугающие тюремные нары простояли здесь больше полувека. Мы разбирали тюрьму, у которой здесь было целых четыре этажа тюрьмы. И только вот сейчас недавно ее разобрали. Столько лет она простояла с советских времен. Тогда-то в числе пустых пачек беломора, пожелтевших билетиков кино и рублевых монеток на свет показался этот исписанный клочок оми газеты. Местные акулы-пера растрезвонили о находке. И тут же откликнулась одна из героинь истории. Господи, сколько лет-то прошло. Девочки все детство провели в Кылтово и частенько наведывались в Дом культуры, располагавшийся в соборе. Там 25 лет назад они и спрятали записку. Просто так. Жизнь раскидала подруг. Им сейчас уже за 40. С Мариной Анохиной, рассказывает Валентина, последний раз она виделась в юности. Ее следы обрываются в Ижевске. Третья участница истории Люда Круглова, проживающая в том же Княжпогодском районе, приехать навстречу не смогла. Нина Чешкова, Олег Юшков, телеканал Юрган. Княжпогодский район.